Спасибо организаторам сегодняшнего мероприятия, уважаемые гости. Энергетический кризис, который мы сегодня переживаем, это дело, о котором мы все предупреждали. Это рукотворный кризис. Если говорить о ситуации в энергетике последние 30 лет после войны, она действительно тяжелая. Это износ основных фондов, линии электропередач. Но мы после войны, имеющимися у нас средствами, с помощью 2010 года Российской Федерации, старались реанимировать энергетическую систему. Только за период 2015-2019 год нам удалось более 1 миллиарда 700 рублей вложить энергетическую систему. Были отремонтированы ключевые подстанции, Гагровская, Сухумская и так далее. Для чего это делать? Для того, чтобы стабилизировать ситуацию в энергетике, так как это наш главный ресурс. Если взять мировые новости, самый главный ресурс сегодня это электроэнергия. В мире так. За энергию сегодня идет основная борьба и войны и так далее. Имея мы, абхазский народ, свою генерацию, часть генерации, это приэнергетическое нам. Когда вопрос возникает, наше не наше, это наше. На нашей территории находится гидроэлектростанция, плотина находится на территории Грузии. Имея свою генерацию, имея свои собственные сети, мы обязаны сохранить это все в собственности государства. Именно для этого мы все это старались сделать. Конечно, нагрузки увеличивались, конечно, система изношена. Но, тем не менее, нам удавалось все эти годы держать ситуацию стабильной. Так, чтобы она не уходила ниже линии кризиса. После того, как новая команда вступила в свои полномочия, моментально была команда, была негласная дана, значит, команда людям, что майнинг будет разрешен в Абхазии в полной мере. И люди, если таможенную статистику взять, начиная уже с марта месяца 2020 года, начали активно ввозить в Абхазию оборудование по майнингу. Таким образом, если взять цифры, а это вещь упрямая, в 2019 год потребление, среднегодовое потребление 2 миллиарда киловатт-часов. 2 миллиарда киловатт-часов. В прошлом году, в 2022 году, 2 миллиарда 946 миллионов киловатт-часов. То есть на 1 миллиард увеличилось потребление. Это практически на 50%. Это буквально за 2 года произошло. 2021 год на 25% рост резко произошел. 2022 на еще 25% и того 50%. Если вернуться назад, ретроспективу взять, средний рост в году у нас составлял порядка 4%. Если динамику посмотреть с 2019 и до 2015, 2014, 2012 годов. Вот это неправильно непродуманное решение. Хочу вам сказать, что президент, может, что-то забыл. Я вам напомню, сразу перед принятием решения о легализации майника, в сентябре, на встрече с общественностью, говорил, что, его слова цитируют. Как мне говорят специалисты, у нас есть запас электроэнергии до 80 мегаватт. Это он говорил в тот период, когда у нас уже был определенный дефицит. То есть она статистика говорит. При этом, какие шаги были предприняты? Взяли и легализовали майнинг. Потом услышали нас, увидели реальные цифры, увидели действительно картину. И резко, значит, это решение отменили. Но люди услышали президента, что майнинг это дело хорошее, его надо систематизировать. Люди вложили деньги в этот бизнес, огромные деньги, долг взяли, продали автомашины. Начали заниматься этим. Люди не обязаны разбираться во всех этих тонкостях, что происходит в энергосистеме. Они услышали призыв президента. Вот оно и получилось, значит. В итоге у нас плюс миллиард потребления. Теперь правительство делает следующий шаг. Повышает тариф. Повышает тариф не на 10%, не 5%, а умножает тариф на 300% для нашего населения. Если усредненно взять категории и так далее. Но категории расставлены таким хитрым образом, что на бумаге есть определенные преференции, но по факту сегодня сельчанин, простой крестьянин, будет вынужден платить минимум рубль 300, рубль 50, а то и 2 рубля. Потому что там у кого-то трехфазы стоят, трехфазы подключены и так далее. То есть то, о чем мы говорили до этого, что нужно было сначала вложить деньги в собираемость, в приборы учета. Вот депутаты 6-го сады вот здесь присутствуют. Неоднократно ими были инициированы встречи в парламенте. В бюджетах разных периодов носились предложения, там 100 миллионов, 150 миллионов. Правительство категорически отвергало эти планы, говорило о том, что мы сами все это сделаем. То же самое правительство говорило о том, что линии очидвару мы сами отремонтируем. Еще в 2021 году мы закончим. Сейчас, в 2023 год, начался до сих пор ремонтная работа и идут. Все эти факты говорят о том, что у правительства как минимум не получилось, если на 16,2% снизилась собираемость в стране после поднятия тарифов. Это говорит о том, что эта динамика будет продолжаться. Потому что я буквально вчера с сельчанами встречался, он говорит, я всю жизнь справно платил. Но сейчас я платить не буду. Я категорию, мы всем, говорит, с селом собрались, я не буду называть село. Мы с селом собрались и приняли решение, мы платить не будем. Это опасная тенденция, друзья. За электроэнергию надо платить. Но люди должны понимать, за что они платят. Если правительство поднимает тариф, не объясняя ничего, при этом в доме нет электричества, конечно, они будут отказываться платить. И в какой-то степени их можно понять. Мы здесь вот присутствуют все, кто принимал участие в эфире Абхазского телевидения в декабре 2021 года. Я, мои там коллеги, кто присутствовали, и до этого, и после этого, и в рамках того эфира говорили, что все это случится. Хочу вам сказать, что это осознанная, планомерная, поступательная диверсия против нашей страны. Это экономическая диверсия. Я не устану это повторять, пока это до каждого гражданина Абхазии не дойдет. Это диверсанты, которые разрушают нашу экономику. Если кто-то думает, что это само собой пройдет, нет, друзья. Пока эти люди, это правительство будет в своих кабинетах, ситуация будет только ухудшаться. Потому что, еще раз повторю, их план такой. Мы говорили об этом в 2020 году, мы об этом говорили в 2021 году, мы говорили в 2022 году, и сейчас, в 2023 году, мы говорим то же самое. И факты, один за одним, это подтверждают. Идет диверсия, люди загнали нашу энергетическую систему в тупик, полный коллапс. Почему? Потому что мы сегодня без перетока из Российской Федерации абсолютно ничего не можем уже делать. Потому что треть электроэнергии, которую мы потребляем, она вынуждена, мы просим, из Российской Федерации. Когда эта цифра была порядка 5-6-7% в год, максимум. А сегодня уже 25-33-34% электроэнергии, которую мы в году потребляем из России. Это тупик. Дальше что? Нам предлагают сейчас взять кредит. Ну, кто нам это предлагает? Взять кредит? Слушайте, эти люди уже брали кредит. Железнодорожный кредит, межбанковский кредит. Мы только о них и говорим. А кто... Мы что, забыли про кредиты и долги, которые остались перед строительными компаниями? Порядка 860 миллионов в Министерстве финансов была создана комиссия. Мы потратили почти полгода установить, потому что ни документов, ни СМИ, ни КС-ок не было. Люди выполняли строительные работы, пришли в Министерство финансов, говорят, дайте нам деньги. Это внутренний долг. Что касается садов и так далее, там тоже оставили... То есть это те же самые люди, которые с 2010 по 2014 год включительно получили из Российской Федерации без возмездной помощи почти миллиард долларов США, если по сегодняшнему курсу говорить, до 70 миллиардов рублей. Представьте себе за 4 года. Эти деньги потрачены были. Да, какие-то были полезные вещи сделали, но в основном это вот такого рода кричащие проекты, как стадион и так далее. Стадион это вещь прекрасная. Я с удовольствием посещаю мероприятия на этом стадионе. Но когда у тебя энергосистема, инфраструктура, дорожная инфраструктура, иная инфраструктура не в порядке, но никто не будет, здравомысливающий человек, тратить на стадионы деньги. История,